Музыка Музыка Сегодня пришел муж с работы Никаких мне поцелуйчиков Такое это деловое Я думаю ну ладно Нет и нет я такая тоже думаю Ну и посрать Потом думаю отвык наверное уже Но все равно же привыкаешь там когда с работы едешь Каждый день звонить там Я выезжаю приеду через столько-то там Ну у нас то принято А когда человека нет уже столько времени Ты уже отвыкаешь это делать там Я думаю ну и ладно не хочешь не надо И такая собираюсь я говорю я ухожу Он такой ой сразу же подошел там знаете Как бы вину то свою почувствовал Знает ведь что не подошел когда надо было И вот такие вот мелочи Они очень потом начинают напрягать отношения Это все складывается вот из таких маленьких кусочков Вот он пришел да Я пришла Раз если у нас это заведено всегда Когда ты это уже не делаешь То обе стороны это уже замечают Это как бы как охлаждение да Отношений можно принимать Как бы человек значит не хочет этого делать Не делает это насильно И ты уже это про себя отмечаешь Потом такой раз завредничала Вот я могла завредничать и там пойти сказать Да пошел ты там не пришел меня не это не поцеловал Вот я сейчас уйду посрать Ну вот так вот Устроить такой скандальчик небольшой Все он сразу же сообразил что не то сделал И быстренько зафиксировал эту ситуацию Все и как ни в чем не бывало Ну и опять все у нас нормально А когда это уже идет Один день да вот так вот человек не сделал Второй день не сделал Третий Второй начинает еще больше дуться Еще больше Там уже это все начинает Отходить на другой план Уже гораздо сложнее что-то сделать Когда проходит время И ты это на начальной стадии не отметил Себя не проанализировал Что зачем ты это делаешь Или что-то ты забыл да Сделать ты же потом об этом вспомнишь И не надо делать так что А ладно пройдет Подойди и сделай То что приносит обоим Супругам Комфорт Как это говорят Не надо держать в дискомфорте друг друга Это классное такое высказывание Это так же когда вот вы куда-то уезжаете Позвоните мужу или жене Не надо там два часа Держать вот это вот Время Чтобы знаете человек нервничал Не надо никого держать в дискомфорте Ничем хорошим это не закончится Себе цену какую-то там набивать От этого только возрастает Эта стена недопонимания Все чуть немножечко увидели что Что-то я не то сделал Все сразу же подошли И удалили эту проблему Удалили сразу же Но это естественно при том Что когда у вас отношения есть Если у вас этих отношений нету Там уже знаете Что-то строить Это я считаю Какие-то поцелуйчики Там цветочки Мне кажется Этим уже просто смешно Даже фиксировать эти проблемы Потому что проблемы гораздо глубже Это еще так же относится к ссорам Вот когда вы поссоритесь И вот чем дольше вы не разговариваете Чем дольше у вас ссоры Я знаю что в России Ну когда я жила в Америке Не знаю таких случаев Там люди не разговаривают По месяцу и больше Представляете Вот как чужие приходят Уходят Там ну как бы Вообще ноль эмоций Друг на друга Месяцами И вот когда такие вещи происходят То насколько тяжело После вот этого периода Опять мириться И там уже и обида И что только у вас нету И вы уже отдалились Друг от друга И все что угодно И когда вы мне пишите Меня там не было Месяц допустим дома Так я с мужем-то всегда на связи У нас никогда нету Чтоб мы даже Я не знаю День не разговаривали Это вообще бред Сивой кобыла А люди месяцами Не разговаривают С друг с другом И все у меня спрашивают Как это у вас муж без вас Целый месяц был Или полтора Да так же как вы Не разговариваете Со своим мужем У меня ситуация Это гораздо лучше И вот чем дольше Вы не разговариваете Тем сложнее вам Потом начинать разговор Мириться Вы как чужие люди становитесь И поэтому Есть какие-то проблемы Все Сели Обсудили Естественно Когда с человеком Можно обсудить Потому что куча семей Где люди Они не слышат Друг друга Они могут сидеть Месяцами Разговаривать Годами И они друг друга Не слышат Они никогда Не будут удовлетворены Друг другом Потому что Они вообще На разных уровнях Живут И просят Друг от друга То что Другой не может дать Он даже не понимает Что он должен Еще сверх того Что он может Что он дает Что он должен Еще-то сделать Конечно В этих случаях Это бесполезно Разговаривать Об этом Супы В хлебе Разбирают На ура Посмотрите Сколько народу Сосиски Что-то не пользуются Спросом Мексиканские Хотя пахнут Вкусно Смотрите Вообще Полно народу Все хотят Горяченького Супы Нет И сосиски Тоже пошли Вон Вот Я показывала Это Мексиканцы Вот так Жарят Так вкусно Пахнут Такие Эпипитные Представляете Он в жару Ездит Вот так вот От человека Хочет Чтоб на него Внимание Обращали Улыбались Дети Смеялись Вот это Даже Такую жарищу Он это терпит Ради эмоций Людей Ой слушайте У меня аж Пять недель Или сколько Тут не было В моих краях Все открылось Пирс Открылся Рестораны Замечательно Просто Замечательно Посмотрите Все оживает Здорово Сейчас пойду Пешком Пройдусь Побольше Порастрясаю Жирок Погода Чудесная Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Повmbol Продолжение следует...